Здравствуйте! Сегодня у нас 24 мая 2024 года. В Харькове я продолжаю свой видеодневник. Сегодня у нас объявлен день траура в связи с погибшими вчера. У нас вчера, кто не смотрел вчерашний выпуск, было очень много ракет, около 11 утра. Мы насчитали 11 ракет, но на самом деле их было 15. 15 было прилета. В общем, сегодня день траура, потому что вчера было много погибших. Ночь также была неспокойная. Вечером, ну уже ночью мы ложились спать, тоже были слышны взрывы. Взрывы, их было много, мы начали думать, это в области взрыва или все-таки в черте города. Мне кажется, и в области, и в черте города были слышны взрывы. Так, я же вчера в связи с теми событиями, которые вчера происходили, совершенно забыла, что вчера был Симонов день. Простите, там сообщение. Симонов день покровителя. Симон покровитель кладоискателей. Простите, немного подтормаживаю, сообщение пришло и все. Многие меня поздравили с этим днем, потому что знают то, что я, у меня даже аватарка осталась старая, с металлодетектором и лопатой на фоне полей. Так что, да, я, конечно, кто спрашивает, я собираюсь вернуться к кладоискательству. Я, правда, не знаю, как это можно будет сделать, если у нас вся область заминирована. Ну, часть области заминирована, конечно, с другой стороны не заминирована. Ну, в общем, естественно, еще есть, где копать, но это становится вообще такой, миссия невыполнима. А может быть, выполнима. В общем, ладно, поживем, узнаем. Сейчас лишь бы мир наступил. Все остальное, это не важно. Видела, также мне попалось видео на просторах Ютуба, то, что происходит. Тут проснулся вулкан Кампи, я, правда, немного запоздала с этим. Я увидела это только вчера, а оказывается, это было уже несколько дней назад. То, что происходит, и люди, я видела видео с Яполя, как люди ночевали на улице, толчки, тряски. В общем, что-то происходит по всему миру. Войны, землетрясения, вулканы. Вот так вот мы, человечество, люди разгневали уже природу, разгневали землю, что мне кажется, что она от нас просто скоро попросту избавится. Знаете, как сбросит нас, заживет счастливой жизнью. Потому что даже если посмотреть... Вот знаете, Чернобыль, это был... Я там никогда не была. Я регулярно смотрела оттуда различные экскурсии. Ну и люди ездили на экскурсии с гидом, либо туда сами попадали. Я думаю, вы видели такие ролики на Ютубе. Сейчас это будет уже невозможно на ближайшие лет 20. Потому что там подняли, из-за того, что там рыли, подняли вот этот вот слой, верхний слой земли. В общем, эта вся пыль поднялась. Теперь туда едет. Теперь там опять повышенный радиационный фон. И ездить туда в ближайшие годы будет невозможно. И водить экскурсии тоже никто не будет. А раньше, конечно, вот когда люди туда попадали, я смотрела эти видео, когда природа побеждала человечество, побеждала, я имею в виду, побеждала то, что люди понастроили. Вот эти вот дома каменные. И это было просто необычайно наблюдать, да. Огромные рыбы в водоемах. Я думаю, все видели эти ролики с огромными самами, которые там чуть ли не людоеды. Хотя мне Романск когда-то рассказывал, что в Коробовом хуторе, когда он был маленький, поймали сама людоеда. Так что это не только было в Чернобыле, а могло быть их где угодно, в принципе. Да, поймали, если захотите, он вам сам на своем канале расскажет. Поймали сома, который у тебя утаскивал детей. Я сейчас так это спонтанно как-то вспомнила. Ну, в общем, интересно, конечно, было посмотреть. Сейчас опять кто-то скажет, что же ты с темы на тему перескакиваешь. Перескакиваешь, ну, такой у меня канал. Такая у него специфика. Я вам рассказываю то, что сейчас у меня в мыслях, на душе и на сердце. У нас сегодня не так жарко будет, как вчера. Это радует, потому что у меня запланированы кое-какие походы. Вчера до 6 сноры мы, когда вечером уже возвращались после работы, то было не так уж и жарко. Было так нормально. Прошел дождь, мы как раз с ней попали под дождь, ветерок обдувало, в общем, все было нормально. Вот так вот. Еще я хотела вам рассказать, и мы вчера об этом разговаривали, вспомнили, о том, что очень многие у меня спрашивают истории, связанные с поиском каких-то вещей. Многие говорят, да это же все такое, вот. Ну, в общем, разные есть у людей версии, как вещи попадают на барахолки. Кто-то начинает выдумывать истории про мародеров и так далее. Конечно же, мародеры есть, но вещи не на барахолки попадают, а совершенно в другие места. Вы просто, кто не знает, кто с этим не сталкивался, так вот, мы вчера вспомнили, ну, я так-таки шла, а Ромас вспомнил, когда рядом с его домом, где он жил, был дом, который расселили, расселили это во времена еще Советского Союза, в общем, дореволюционный, четырехэтажный дом. Его расселили, а внутри дома, вот он еще был ребенком, они туда забегали, двери были, Настя же открыты, двери в квартиры, двери в подъезд, они туда забегали, там играли. Брошенные квартиры, вот люди переехали в другие места, а квартиры были брошены полностью, со всей обстановкой. И Ромас говорит, да, тогда ничего люди практически не забирали, то есть в сервантах стояла посуда, фарфор, на книжной полке стояли. Люди ничего не забирали, потому что считалось, что в новом, ну это не все так делали, но многие, что в новое жилище брать с собой старые вещи, это как-то не комильфо, нужно, чтобы все было новое, ничего старого, новая квартира, новая жизнь, новые вещи, в общем, все новое, и старые не забирали. И вот там стояли эти квартиры с фарфором, и бывало такое, что мальчишки, играя в войнушки, забегали, ну это, знаете, это мне почему-то напомнило такой сюжет из фильма «Джентльмены удачи», да, вы помните, когда там они зашли, прятались в тоже так, расселенный дом, который уже шел под снос, и со всех квартир понатаскивали, сделали такую комнатку, оборудовали квартирку уютненькую, там и вазу, как вы помните, он нашел, в общем, все поприносил, то есть можно было сложить, такое у меня сложилось мнение, что вот люди бросали полностью всю обстановку, когда переезжали, когда дом шел под снос, под расселение, и когда они переезжали в новое жилище, то все бросали, возможно, я посмотрела по статистике канала, меня люди смотрят разных совершенно поколений, поэтому я думаю, что вы меня сейчас поправите, напишите в комментариях, как на самом деле было, возможно, у вас тоже было так в вашей жизни, что вы переезжали со старого жилья в новое, было расселение, дом под снос, и вы, мне интересно, есть такие, кто полностью бросил все, что было, обстановку, начинал все, покупал новые вещи, ну, то есть, так, я опять перескочила, простите, ну, меня переполняют эмоции, на самом деле, у меня очень много чего есть рассказать, я так могу, у меня просто нет времени рассказывать долго, на самом деле, я могу так сидеть, рассказывать, мы-то общаемся, друг другу рассказываем эти истории, ну, мне рассказывают эти истории, там, я слышу, я делюсь тем, что уже я знаю, с теми, с другими людьми, в общем, к чему я это все, я же не закончила историю про дом, который был рядом с Рамазом, который расстелили, это революционный дом, который уже должны были сносить, и он остался полностью там с вещами людей, это было еще, еще раз напоминаю, это было еще во времена СССР, его расстелили, и были шкафы с посудой, ну, и, в общем, мальчишки, играя в войнушки, забегали, палкой там лупили, это все билось, ну, в общем, конечно, грустно, когда ты осознаешь, сколько утрачено, сколько уничтожено было войнами, революциями, вот так вот просто пренебрежительным отношением, и то, что люди не понимали, что у них есть, чем они обладают, и просто это вот так вот нещадно уничтожалось, тем более стеклянные и фарфоровые вещи, конечно же, очень хрупкие, если мы возьмем дореволюционные предметы, представьте, как должны были хранить, чтобы это до наших дней дошло, особенно если какие-то такие тонкие вещи, изящные, ну, в общем, мало что до нас подоходило, ну, что-то подоходило, что-то такое, какая-то аттрактивная посуда, естественно, она более грубая, там, файансовая, да, и даже если фарфоровая, более грубая, не так билось, и, естественно, до наших дней она дошла, вот что-то такое уникальное, уничтожилось, уничтожилось, Поэтому вот сейчас, когда смотришь, ведь тоже так происходит, когда люди переезжают, когда люди получают наследство, я об этом всё время говорю, и зачастую им просто не нужно то, что внутри. Это либо попадёт на мусорку, либо попадает уже на барахолке. Бывает, попадает на мусорке, а потом на барахолке. Но тогда очень много из предметов разбитых, к сожалению. Поэтому я считаю, к чему я это всё говорю. Ну, я же вспомнила про Симона в день, про кладоискателей, и вспомнила про то, что сейчас клады искать могу только на барахолках. Это единственное, где клады. Клады в кавычках для кого-то это просто какие-то помоечные вещи. Но тем не менее, если что-то не нужно, то не стоит это выбрасывать. Я думаю, что стоит найти тех людей, которым это принесёт какое-то удовольствие. Понимаете? Потому что есть очень много людей, которые это сохранят, которые это безумно любят, которым это принесёт восторг. Ну, я уже вам когда-то говорила, да, о том, что так как я общалась со многими коллекционерами, коллекционирование продлевает человеку жизнь. Это научно доказано, как минимум лет на десять. Но люди же занимаются этим не для того, чтобы продолжить свою жизнь, а потому что они этим живут. Они... Ну, ладно. Я сейчас начну, и это будет, это видео будет бесконечно. На самом деле, естественно, вам интересна больше обстановка в городе. Поэтому сейчас, когда я пойду... Не забывайте, кстати, подписаться, кто не подписался. Нажать колокольчик, вам будут переходить уведомления о новых видео. Сейчас я пойду по делам. Ну, и вы, чтобы быть в курсе всего происходящего, подписывайтесь, узнаете, что у нас сегодня происходит. Трамваи ездят, я сейчас слышу. Метро ездит. Транспорт ходит. Люди живут. Мы уже все привыкли к происходящему. Знаете, человек, он привыкает ко всему. Испытано на собственной шкуре. Ты привыкаешь, и... Это очень плохо. Очень часто я говорю, там вот уже и дети привыкли, да. Амиран уже не помнит своей другой жизни. Он просто, он не помнит. Его вся жизнь, которую он помнит, она такая, как сейчас. И даже когда я спрашиваю, там вот он мне говорит, я хочу куда-то поехать купаться, плавать. Мы вчера шли, было очень жарко. Говорит, я хочу куда-то поехать в бассейн. Я говорю, а ты помнишь, как мы на море были? Он говорит, нет. То есть, это он помнил, но уже вот прошло два с половиной. Он был в годы пять месяцев на море, и он уже вот всё, что сейчас происходит, вытеснила, по всей видимости, те воспоминания. И он уже не помнит. Вот для него вот эта жизнь, которая сейчас, она... Ему так кажется, что так было всегда. И по-другому не было никогда. И вот представьте, да, для детей. Нора ещё помнит другую жизнь, а Амиран нет. Амиран совершенно не помнит, но мы стараемся отвлекаться, как мы можем. Мы читаем, мы гуляем, мы рисуем, мы играем. Поэтому я вам могу сказать на сто процентов то, что настроение мамы... Я уверена, что сейчас меня много смотрят мам. Мамы с прифронтовых городов. Я вам хочу сказать то, что настроение мамы, ну, особенно когда дети маленькие, вот, допустим, как Амиран, как Нора, уже у неё своё мнение, своё восприятие. Она не зависит от моего эмоционального фона. А Амиран, маленькие дети, чем меньше, вот, особенно грудные, возможно, кто-то ещё грудью кормит. Но даже если уже грудью не кормите, а просто дети такие маленькие, они полностью зависят от эмоционального фона матери. То есть что мать чувствует, что она переживает. То есть если хотите сохранить здоровую психику ребёнка, то нужно полностью быть спокойным, что бы ни происходило. Мне это не всегда удаётся, но тем не менее я стараюсь. А если, конечно, не удаётся быть спокойным, постоянно на истерике, постоянно на стрессе, то, наверное, тогда лучше уехать. Ну, потому что иначе... Ребёнок всё чувствует, и так всё время жить в постоянном... Я тоже живу в постоянном страхе, но... Может быть, не в постоянном. Я не знаю, я как-то научилась абстрагироваться. Я научилась абстрагироваться, я научилась... Видеть прекрасное, кстати, стало... Знаете, я вообще вам могу сказать то, что я стала видеть то, что я не замечала раньше. В принципе, я с самого рождения обращаю внимание на красоту, но... Знаете, я уже об этом говорила. Стала поднимать голову и видеть то, чего раньше не замечала. Вот даже когда ты проходишь мимо домов, ты... Вот я здесь родилась, я каждый день хожу мимо домов, я здесь знаю каждую улочку, переулочек, я знаю всё, 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 всё. И... После 22-го года стала как-то поднимать голову и видеть на фасадах домов то, чего раньше не замечала. Вот вверху какие-то детали, нюансы, монограммы, горгулью, дракона, розу. Ну, в общем, какие-то маленькие детали, на которые я раньше даже не обращала внимания. Возможно, никогда не поднимала голову, стала видеть какие-то цветы, которых я раньше не видела, каких-то насекомых, на которых я не обращала внимания. Ну, это очень сложно передать словами. Так, ладно, всё, друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok